Здравствуйте! Это новости на канале RTVI в студии в Нью-Йорке Лиза Каймен. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях, которые происходят сейчас в мире в этом выпуске. Нефть ушла в пике. Цены на черное золото в пятницу опустились ниже 30 долларов за баррель. Вслед за топливом упали котировки на Нью-Йоркской бирже. Век мира не видать. В Донбассе, вопреки вступившему в силу режиму прекращения огня, огня вновь идут перестрелки, а из России выгоняют украинских беженцев. Газовая камера для Грузии. Оппозиция в Тбилиси опасается, что возможный договор с Газпромом о поставках топлива станет для республики катастрофой. Бульдозером по палаткам мигрантов во Франции сносят крупнейший в стране стихийный лагерь беженцев, возникший на месте свалки. И 84 тысячи костей. В Нью-Йорке выставлен самый большой динозавр в мировой истории музеев. Нью-Йоркская фондовая биржа сегодня открылась резким падением котировок. Все ведущие рынки планеты отреагировали на очередной обвал нефтяных цен. Они упали более чем на 6%. Основная причина – дополнительные поступления на рынок энергоносителей, который без того перенасыщен. В этом месяце могут начаться поставки иранской нефти, которая как раз выходит из-под западных санкций. Тегеран обещал выпускать на рынок по меньшей мере полмиллиона баррелей в сутки, а в дальнейшем довести объем до одного миллиона. При этом на мировом рынке предложение уже превышает спрос примерно на 2 миллиона баррелей в день. В течение сегодняшнего торгового дня основной американский индекс биржевой активности «Доу Джонс» сократился на 500 пунктов или на 3%. В числе пострадавших в ходе пятничных торгов и российская валюта. За 1 доллар США давали 77 рублей, а за евро – почти 85. Урегулирование в Донбассе в пятницу обсуждали замгоссекретаря США Виктория Нуланд и помощник президента России Владислав Сурков. Их встреча проходила в резиденции Владимира Путина в Калининградской области. Переговоры состоялись за закрытыми дверями. Факт американо-российских консультаций подтвердили и в Госдепартаменте США. Они обсуждают ситуацию на востоке Украины и необходимость полного внедрения минских соглашений, сообщил представитель Госдепа Джон Кирби. Ранее на очередной встрече контактной группы в Минске удалось договориться о прекращении огня с 14 января. Однако и это соглашение провалилось. С востока Украины поступают новые сообщения о перестрелках. Более того, по данным Генштаба страны, обстрелы армейских позиций только усиливаются и в ход идут все виды вооружений. Из Киева репортаж корреспондент РТВА Анастасия Андрощук. Новое лицо в мирном процессе. Борис Грызлов в 2011-м оставил должность спикера Госдумы России и тихо удалился из большой политики. Именно поэтому спустя пять лет Грызлов оказался компромиссной фигурой для Киева и Москвы. Ведь он не запятнал себе участием в аннексии Крыма, не клялся в верности мифической Новороссии и не попал в санкционные списки. Именно его Кремль назначил новым спецпредставителем по урегулированию в Донбассе. В понедельник Борис Грызлов спецрейсом прилетел в Киев и привез президенту Петру Порошенко российский план решения конфликта. Это норма. Всегда кто-то воюет, а кто-то в этом переговаривается. Другое дело, что общество может сказать, а что это за тайные переговоры, почему Грызлов не разговаривал с нашим президентом под софитами. Да, эти вопросы надо задавать, а что это за тайные переговоры. Но сам факт понятен. Россия просит мира. Просто в привычной манере. Типа, я сейчас тельник порву, если вы мне мира не дадите. В Кремле требуют особого статуса для Донбасса. А уже после обещают восстановить контроль Украины над ее восточными границами. Киев настаивает на обратном сценарии. Утром границы, вечером особый статус. Очевидно, что компромисс не найден, даже несмотря на усилия нового посланника. Как результат, стало только хуже. Пушки на востоке Украины загремели громче. Это кадры минометного обстрела позиции украинской армии под Донецком. Сторонники так называемого ДНР не стесняясь выкладывают в сеть видео своих подвигов. По ту сторону пылает подконтрольный Киеву пригород Донецка, поселок Марьенко. Огонь по населенному пункту ведется в течение четырех часов без перерыва. Спикер антитеррористической операции Андрей Лысенко подтверждает, Донецкое направление самое неспокойное. Здесь сепаратистам воевать удобно. Склады с боеприпасами находятся на территории городов, на территории бывших предприятий. Там им выгоднее и проще передавать боеприпасы, заправлять свою технику для того, чтобы совершать эти провокационные действия. На Луганском направлении было относительно тихо, однако мы зафиксировали за последние сутки две провокации. На Мариупольском тоже есть провокации. Кроме прямого огневого контакта усилилась активность вражеских подрывных батальонов. Бойцы СБУ на передовой каждый день раскрывают по несколько диверсионных групп. Регулярно работают диверсионно-разведательные группы, минирование, идет стрельба. Там идет нормальное противостояние в стационарной обороне. Все равно 60 тысяч мужиков с оружием. С одной стороны и с другой. Они все равно так или иначе друг друга будут стрелять, так или иначе кого-то будут ранить и убивать. Наблюдатели миссии ОБСЕ устанавливают в местах самых жарких столкновений веб-камеры. Их работу сопровождают автоматные очереди и гул артиллерии сепаратистов, которую ранее вроде бы отвели от линии соприкосновения. Но вот теперь явно вернули. По данным украинской разведки, сепаратисты используют весь арсенал оружия, запрещенного минскими соглашениями. На линии соприкосновения каждый день слышны залпы подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, различных артиллерийских систем. На передовой были замечены даже тяжелые огнеметные системы, которые до того противник использовал лишь в пик противостояния, летом 2014 года. Речь идет о Донецком направлении, самом городе Донецке. Там в некоторых кварталах прячется тяжелое вооружение, танки из системы Буратино. Эта информация правдива, она проверена в нескольких источниках. Таковы оперативные разведданные и данные воздушной разведки. Руководство Комитета Верховной Рады по обороне просит помощи у США. Депутат Иван Винник вскоре отправится в Вашингтон за оружием. Украинские законодатели услышали в обращении Барака Обамы к Конгрессу сигнал о готовности помочь Киеву. В первой декаде февраля мы встретимся с главой Комитета по внутренней безопасности и обороны Фриленхайзеном, который впоследствии предложит Конгрессу предложение нашего Объединенного координационного комитета военно-технической помощи для Украины. Но трезвомыслящие обозреватели понимают, пока президентом США остается Барак Обама, никакого оружия Украина не получит. Значит, придется договариваться с Москвой. Для Владимира Путина важна последовательность. Сначала президент Порошенко подписывает закон об амнистии сепаратистов, затем проводит выборы на неподконтрольных территориях и завершает конституционную реформу, в которой будет закреплен особый статус Донбасса. Только после выполнения этих пунктов украинская сторона получит полный контроль над государственной границей. В Киеве в обещания Москвы не верят, а потому упорно требуют отвода российских войск и восстановления контроля над границей. Пока стороны упражняются в принципиальности, война продолжается. Анастасия Андрощук, Дмитрий Клименко, РТВА, Киев. Из России выселяют украинских беженцев, но только тех, кто прибыл из районов Донбасса, ныне подконтрольных Киеву. В этих зданиях в Ростовской области пока еще живут 300 граждан Украины, но недолго им предписано покинуть помещение, а также страну до конца января. Вынужденные переселенцы, многие из которых пребывают здесь с детьми, в отчаянии. По их словам, возвращаться в зону конфликта опасно. Война на востоке Украины далека от завершения. Да, нас предупредили в 3-е числа закрывать салаги, и мы уезжаем. Куда уезжаем? Я не знаю, кто изходят джима. Думается, но у меня не то, сам. Я добавлю, что после начала войны в Донбассе, где по заявлениям российской стороны ущемлялись права русских и русскоязычных, Москва приняла сотни тысяч беженцев. Решение об отправке части людей обратно было принято осенью. Сообщается, что государство намерено прекратить финансирование пансионатов и домов отдыха, где разместились переселенцы. Причем подобная практика выдворения будет осуществляться не только в Ростовской области, но и в других регионах России. Грузия может возобновить сотрудничество с российским газовым гигантом «Газпром». Против, как ее называют некоторые сделки с дьяволом, выступает оппозиция. Единое национальное движение, созданное экс-президентом Саакашвили, опасается, что соглашение Тбилиси с Москвой может поставить под удар национальные интересы и безопасность Грузии. Недовольные готовят акции протеста. Марта Ардашели о газовом вопросе, который способен расколоть грузинское общество. Визит президента азербайджанской государственной нефтяной компании «Сокар» в Тбилиси проходит демонстративно дружеской атмосфере. Равнага Абдулаева в грузинской столице встречают на высшем уровне. Стратегических партнеров южнокавказское государство менять не собирается, отвечает премьер-министр многочисленным скептикам. Наши стратегические отношения для нас крайне важны. Я думаю, что несмотря на множество политических спекуляций, свидетелем которого мы стали последние дни с нашей стороны, хочу еще раз подчеркнуть, что стратегические отношения с компанией «Сокар» для Грузии крайне важны. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы готовы рассмотреть дальнейшие развития и расширения наших отношений. И только погода толкает к поискам альтернативы, сетуют грузинские чиновники. В зимний период, когда потребление голубого топлива увеличивается почти вдвое, страна испытывает дефицит. И это заставило Тбилиси задуматься о старых, но недобрых партнерах. Сегодня потребление Грузии составляет 2,5 миллиарда кубических метров в год, что на 38 больше показателя 2012 года. Потребление 2015 года по сравнению с 2014 годом увеличилось на 19%. Сейчас нам приходится ежедневно возить около 11 миллионов кубометров газа. Покрыть дефицит за счет Азербайджана не удается. Экспертные наши группы будут работать и дальше эта возможность будет увеличиваться. На сегодня мы максимально поднимаем подачу газа. И с этим на сегодня, насколько возможно, насколько поднимаем. До 7 миллионов будем стараться поднимать газ. Российский газ в Грузии уже есть. Через территорию республики топливо доставляется в Армению. В качестве платы за транзит Тбилиси получает 10% от общего объема поставок. И вот теперь здесь задумались, почему бы не договориться о большем. Выясняется, что российская газовая монополия готова предложить грузинской стороне более выгодные условия, чем Азербайджан. Сообщается, что цена будет ниже, чем у любого другого поставщика. Правда, цифры никто не озвучивает. При этом Москва не изменяет себе. Газпром не рекомендует грузинским партнерам раздумывать слишком долго. Дело в том, что Россия планирует увеличить поставки топлива в Армению и вполне может обойтись без Тбилиси. А договориться об обменных операциях с Ираном. В этом случае Грузия лишится и уже существующих российских поставок. В партии бывшего президента Михаила Саакашвили, главной оппозиционной силе страны, перспективы сделки с Россией называют не иначе, как катастрофой. Каладзе не желает обнародовать тариф, который предлагает ему Газпром. По нашей информации, эта цена намного выше азербайджанской. Более того, уже существующее соглашение, которого наша партия достигла в то время, когда была у власти, может быть пересмотрено. Этот договор был наиболее выгодным для Грузии. Насколько нам известно, этим фактом недовольны даже внутри правящей команды. Об угрозах сотрудничества с российским газовым гигантом рассуждают и экономисты. Власти довели ситуацию до форс-мажора. Как результат, им пришлось сесть за стол переговоров с Газпромом. У этого газового гиганта огромный политический шлейф. Вместе с поставками мы получим активность российской разведки на территории Грузии, мощную пиар-активность. Существует и военный компонент. Напомню, что согласно российской военной доктрине, для ведения войск на территорию другой страны достаточно, чтобы на ее территории оперировала любая российская государственная компания. Уже несколько месяцев у здания госканцелярии проходят акции протеста. Эти люди выступают против углубления сотрудничества с Газпромом. Как далеко зайдет Грузия в отношениях с российским газовым гигантом, пока не ясно. Закрытые переговоры остаются главной интригой политической жизни страны. Говорить о деталях сделки власти не желают. Как результат, еще больший интерес со стороны общественности. Не исключено, что в погоне за дополнительными газовыми ресурсами правящая партия потеряет поддержку части избирателей. Тех граждан, которые зимой 2006 года шли покрышки во дворах, чтобы хоть как-то согреться. Тогда Москва наказала Тбилиси за нелояльность. Гарантий того, что это не повторится, грузинские власти не дают. Марта Ардашеля, Тбилиси. Специально для Арт-Виай. Вы смотрите новости на канале Арт-Виай и далее выпуски. Бульдозером по палаткам мигрантов во Франции сносят крупнейший в стране стихийный лагерь беженцев, возникшие на месте свалки. И 84 тысячи костей. В Нью-Йорке выставлен самый большой динозавр в мировой истории музеев. Все это через пару минут на канале Арт-Виай. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости на канале Арт-Виай. Самый большой стихийный лагерь беженцев во Франции снесут бульдозерами. Власти заранее призвали проживающих в нем мигрантов освободить палатки и перебраться в специально оборудованные для них контейнеры. В пятницу беженцы спешно паковали свои нехитрые пожитки. На помощь им пришли волонтеры из местных благотворительных организаций. Напомню, палаточный лагерь в портовом французском городе Кале возник еще летом. В нем поселились беженцы, в основном из стран Ближнего Востока, мечтающие добраться через пролив Ла-Манш до Британии. За несколько месяцев население лагеря разрослось до нескольких тысяч человек. К зиме палатки утопали в грязи. На этой свалке из пакетов и мусора, без света, туалетов и горячей воды оказались и дети мигрантов, в том числе четырехлетняя девочка из Афганистана. В попытке спасти ребенка ее родители обратились с просьбой о помощи к добровольцу из Британии, перевести Бахар, так зовут девочку, к дальним родственникам в Англию. Британец не отказался и едва не угодил за решетку во Франции. Мы отыскали смельчака в Лондоне. История одного спасения в специальном репортаже в программе «Тайм-код» в 7 часов вечера по Нью-Йорку. Эксцентричный миллиардер Дональд Трамп вновь стал звездой теледебатов кандидатов президента США от Республиканской партии. Особенно запомнились нападки Трампа на своего главного соперника, техасского сенатора Теда Круза. За ходом уже шестой по счету битвы консервативных гигантов наблюдал мой коллега Евгений Маслов. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Евгений, приветствую и вам слово. Приветствую, Лиза. Как обычно, за этим политическим шоу было весьма любопытно наблюдать. Кандидаты от Республиканской партии открыли залповый огонь по недавнему обращению президента Конгрессу, раскритиковав его основные положения относительно экономики и внешней политики. Что, в общем, было ожидаемо и сюрпризом это не стало. Куда интереснее были уже схватки кандидатов между собой. Я соглашусь с теми, кто считает, что перепалка между Дональдом Трампом и Тетом Крузом в этом смысле была, правда, самая интересная. Именно об этом пишут сегодня американские газеты. Нью-Йорк Таймс называет это схваткой, даже дуэлью тяжеловесов-республиканцев. Другое издание, Нью-Йорк-Пост, сравнивает эту перепалку с настоящей войной. Спор разгорелся вокруг идентификации. Трамп дал понять, что Круз в силу своего канадского происхождения, он родился в Канаде, может выйти из гонки как несоответствующий требованием. Круз же отвечал уже ранее на этот вопрос, что по закону он американец, поскольку по рождению его родители были гражданами США. Трамп напомнил об этом нюансе в ходе теледебатов. И как раз после этого началась схватка, вот ее отрывок. Еще в сентябре мой друг Дональд говорил, что его юристы со всех сторон рассматривали этот аспект, и вопросов у них не возникло. Ничего незаконного в вопросе о месте рождения они не нашли. Конституция с тех пор не изменилась, зато изменились рейтинги. Это факт. Так или иначе, над вашей головой это ставит большой упросительный знак. Вы не можете в такое положение поставить всю партию. В этом вопросе должна быть определенность, даже если есть 1% вероятности, что это может стать проблемой. Я лично не буду подавать на вас суд, но демократы могут. Послушайте, я всю жизнь защищал Конституцию США, в том числе в Зале Верховного Суда. Я знаю, о чем говорю, и я не буду слушать юридические советы от Дональда Трампа. Я бы добавил, что если этот раунд в ходе теледебатов выиграл скорее Тед Круз, то следующий предмет их спора добавил очков явно Трампу. Южанин Тед Круз позволил себе пройтись под ценностями нью-йоркцев, дал понять, что Нью-Йорк живет в своем собственном мире, в отрыве от реалии остальной страны, дескать, слишком либеральной. И в этом смысле Трамп, как типичный Янки Севера, разумеется, встал на защиту своего города и сказал, что то, как сплоченно и мужественно вели себя нью-йоркцы после терактов 11 сентября, показало всему миру, что у нью-йоркцев невероятная сила духа, и они умеют работать вместе. После этого, конечно, комментарии Круза стали выглядеть неуместными. Очень много замечательных тружеников, мужчин и женщин в штате Нью-Йорк. Все прекрасно понимают, вместе с тем, что из себя представляют ценности Нью-Йорк-Сити. Сплошные либералы, выступающие за аборты, за однополые браки, все внимание которых приковано к деньгам и медиа. Мы отстроили Манхэттен после 11 сентября, и весь мир наблюдал за этим. Все в мире любят Нью-Йорк и нью-йоркцев. И это очень оскорбительное заявление, которое сделал Тед Круз. Это, на мой взгляд, были самые яркие моменты пикировок Круза и Трампа. На их фоне остальные кандидаты смотрелись, как мне кажется, скромнее. Губернатор Нью-Джерси Кристи критиковал обращение к Конгрессу Обамы. Главным образом тоже сделал другой известный кандидат Марк Рубио. В качестве миротворца попытался выступить Джеб Буш. Он обрушился с критикой на Хиллари Клинтон и заявил, что США могут снова подняться, потому что каждый из присутствующих на теледебатах лучше Хиллари Клинтон. В общем, конечно, ярче смотрелись Круз и Трамп. И между тем, мы уже приближаемся к республиканской номинации. Предвыборный съезд республиканцев назовет официально кандидатов президента США от партии уже в марте. Лиза. Спасибо, Евгений. Евгений Маслов о дебатах кандидатов от республиканской партии. В Нью-Йорке теперь можно увидеть самого большого в мире динозавра. Высота скелета составляет пять этажей. Это копия останков тираннозавра, представителя травоядных, найденного в Аргентине. Она настолько огромна, что не помещается в одном зале. Несмотря на свои внушительные размеры и вес, на момент своей смерти 100 миллионов лет назад динозавр был достаточно молод. Его вес при жизни мог составлять более 70 тонн, что соответствует 10 африканским слонам. Образец для Нью-Йоркского музея «Естественная история» был отлит из 84 223 костей. Это все новости к этому часу. Итоги информационной недели в программе моего коллеги Владимира Ленского «Таймкоз» в 7 часов вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире «Особое мнение».